Приветствую вас на канале МастерCSS, на связи с вами Серега. Огромное спасибо за то, что посещаете мой канал, за то, что смотрите видео и, конечно же, за то, что ставите лайки. Итак, обязательно ставим сейчас лайк данному видео и двигаемся дальше. Сегодня я вам покажу, как применить на сайте анимацию. Причем мы не будем изучать конкретные правила задания анимации на CSS3, а будем сразу пользоваться готовым скриптом с кучей анимаций, скрипт под названием Animate CSS. К этому уроку я подготовил специальный архив, скачиваете его, распаковываете и получаете папочку под названием Animate CSS. Открываем ее и видим, что здесь внутри есть парочка файликов и несколько картинок, которые мы будем использовать и над которыми, соответственно, будем издеваться. Итак, давайте я открою эти файлы у нас в редакторе, буду использовать Brackets. И здесь, если мы сразу же посмотрим на наш сайтик, давайте глянем, то вот как он выглядит изначально. Видим тут парочка картинок, парочка тегов h1, h2 и h3 и на этом все. И вот здесь мы будем тренироваться. Итак, чтобы применить уже готовую анимацию, нам необходимо будет пройти на сайт вот этот вот адрес, я его тоже оставлю. Переходите сюда и попадаете вот на такую страницу. И здесь у нас содержится скрипт, CSS скрипт, в котором уже встроено, вот давайте щелкнем сюда, множество различных интересных анимаций. Например, давайте я выберу анимацию Flash и видим, вот как она анимирует элемент сайта. Давайте тада и видим, вот как он анимируется. И смотрите, чтобы вот это все дело прилепить к нашему сайту, нам сначала необходимо скачать этот самый скрипт. Жмете вот сюда на кнопочку Download Animate CSS. Давайте я нажму, сейчас начнется скачивание, видим, да. И вот, берем этот файлик, он у меня уже третий раз скачан, в связи с записью видео, давайте я закрою. Но я возьму вот этот файл, самый первый, давайте показать в папке. Вот этот файлик мы копируем, так, сам файл копируем и размещаем в папочке с нашим проектиком. Так, это я окно закрою, перейдем сюда и вставим его прямо вот здесь, где файл индекс и стили. Отлично. Теперь, что нам необходимо сделать, это подключить этот файл к нашему файлу индекс.html. Переходим сюда, копируем вот эту вот строчку, седьмую, где у нас уже подключены наши собственные стили. И вставляем подключение файла Animate CSS выше. И здесь, соответственно, меняем стили CSS на Animate CSS. Вот так вот. Все, в принципе, наши файлы уже, точнее, наша анимация уже подключена. И теперь смотрите, как надо заставить ее работать на сайте. Выбираем элемент, который мы хотим анимировать. Например, начнем с тега h1 и здесь пишем класс. То есть нам необходимо задать два класса. Первый класс называется Animated, который запускает анимацию. И второй класс называется сама анимация, которую мы хотим использовать. Итак, как узнать название? Дуем назад на сайт Animate CSS вот сюда и выбираем ту анимацию, которая нам нравится. Например, давайте мы выберем анимацию, так, вот так, Wobble. Выбираем ее, запоминаем название, идем назад и здесь дописываем через пробел Wobble. То есть мы прописываем два класса, Animated обязательно и класс Wobble. Так, сохраняемся. Идем на наш сайтик и обновляем картинку. Бах! И видим, вот как у нас это дело работает. Отлично. Теперь давайте анимируем остальные элементы нашего сайтика. Заодно потренируемся. Так, сначала идем в редактор. Вот это все давайте мы с вами скопируем. И вставим, например, анимируем еще TagH2 и давайте еще анимируем каждую картинку. Так, стояночка. Вот, вот, вот и вот. Вставляем. Так, отлично. Теперь у нас каждый элемент на сайте будет анимирован. Видите, да? Как это работает. Однако можно эту анимацию, конечно же, поменять. Для этого выбираем какую-нибудь другую анимацию. Давайте Bounce In. Щелк. Вот так вот, да? И нравится, значит, подключаем. Так, давайте. Bounce In. Так, сохраняемся. Дальше давайте сразу ко всем картинкам пропишем, а потом посмотрим, что они делают. Так, Rotate In. Отлично. Идем назад. Так, пишем здесь. Rotate In. Обязательно пока соблюдайте большие символы. То есть, если идет большой, пишите большой. Мы будем использовать потом JavaScript. А он к этому чрезвычайно требователен. Скажем так. Так, ищем еще анимации, которые нам нравятся. Так, Zoom In давайте выберем. Она мне вот всегда нравилась. Не знаю чем, но нравилась. Так, Zoom In. Так, и вот эту последнюю картинку, давайте мы ее оставим, вы потом поймете почему. Мы не будем ее вообще никак анимировать. Так, сохранимся. Теперь идем на сайт. Так, обновляемся. И видим, работает, работает, тут работает. И последняя картинка, конечно же, у нас ни о чем не работает. Отлично. Итак, видим, все довольно-таки просто подключается, просто анимируется. И, в принципе, никаких проблем нет. Но есть одно но. Если человек заходит на наш сайт, страница загружается, играется анимация, то он не видит, как играется остальная анимация. То есть, она проигрывается, и когда мы уже перематываем, картинки остаются на своих местах. Поэтому этот момент мы можем исправить, если задать анимацию так, чтобы она начинала играть именно при каком-то определенном моменте. То есть, при скролле страницы. И смотрите, специально для этого я добавил вот такой файл, анимация при прокрутке текстовой, в котором содержится маленький скрипт. Так, я не помню, где я его нашел, но нашел, и он мне очень помогает. Давайте мы включим вот этот файл, и этот скрипт давайте скопируем. Сейчас я вам объясню, что и как он работает. Итак, где мы его подключаем? Переходим в файл индекс.html, и вот перед закрытием тега body, самым последним, давайте мы его и напишем. Сначала заводим тег сам скрипт, так, отлично. Затем, что мы делаем? Сюда вставляем сам наш скриптик, вот так вот. И смотрите, что он делает? Он ищет элементы с классом move, и вот к этим элементам добавляет какой-то определенный класс. И вот вместо нашего вот этого определенного класса мы указываем класс с конкретной анимацией. И вот эта вот цифра 200, она отвечает за то, когда начнет играться вот эта анимация. То есть 200, это означает 200 пикселей от верха. То есть, если до верха страницы остается элементу 200 пикселей или меньше, то анимация автоматически подменяется класс, то есть добавляется, и анимация начинает играть. Итак, пробуем. Стоит по умолчанию 200, вы можете поставить другое число, но что нам надо сделать? Первым делом давайте мы сначала переименуем. Вот название анимации мы вставим сюда. Так, это сюда, то есть чтобы уже все аккуратненько смотрелось, да? Это сюда. Так, а это... А, тут я ничего не делал, да? И то же самое здесь. Пропишем, что мы тут прописали, чтобы нам было понятно. Так, вот. Так, вот. И вот так вот. То есть, ну, в принципе, это не будет влиять на процесс работы, но мне нравится, когда все аккуратно. Давайте мы посмотрим. Так, щелк, видим. Все это теперь так, как мне нравится. В общем, двигаемся дальше. Как же заставить все это дело работать? Смотрите, мы прописываем каждому элементу move. Так, давайте move вместо вот самой указанной анимации. Мы пишем просто move. Так, сохранится. И теперь смотрите, когда у нас получается элемент с класса move будет доходить до границы в 200 пикселей сверху, он автоматически будет добавлять класс wobble и будет происходить анимация wobble. Давайте мы обновим страницу. Видим, вот так работает анимация по умолчанию. Теперь смотрите, я прокручиваю вниз и у меня, опаньки, ничего не происходит. Совершенно забыл про еще один момент. Смотрите, нам необходимо подключить jQuery. То есть, вы можете подключить его как хотите. Я его буду подключать через Яндекс. jQuery, так, и у Яндекс. Давайте напишем. Вот так вот. То есть, в Яндекс заходите, в поисковую строку вводите эту фразу, получаете вот такой вот сайтик. Технологии Яндекса JavaScript библиотеки. Открываем его. И здесь выбираем ссылочку jQuery. Якорь точнее. Щелкаем. Нас кидает сюда. И нам сначала необходимо прописать путь. Давайте вот мы укажем путь к сжатой библиотеке jQuery. И теперь идем назад. И вот тут, где у нас оканчиваются стили, давайте добавим эту библиотеку. Опять-таки, пишем скрипт. Скрипт. И вот здесь пишем src. Так, src равняется. И указываем в кавычках путь к этому скрипту. Все. Сохраняемся. Обновляем наш сайтик. Так, это я закрою уже, нам не надо. Обновляемся. И теперь, смотрите, я прокручиваю. Бах. То есть, только дошло до 200 пикселей до верха. И картинка начинает играть. Видите, да? Щелк. Щелк. Ну, последняя не работает. Вот она специально для того, чтобы вот эта картинка поднималась до самого верха. Отлично. Как вы понимаете, мы можем поменять размер. Давайте я вернусь назад. Вот здесь укажем, например, не с 200, а, например, а с 100. И наша анимация начнет срабатывать позже. То есть, смотрите, уже не 200 пикселей, видите, уже игралась эта анимация. А вот бах. Отлично. Бах. Отлично. Бах. Отлично. Вот так вот делается. Конечно же, каждому элементу можно задать отдельную вот такую анимацию. Для этого что можно сделать? Например, мы копируем вот этот код. Вставляем его сюда, сюда. Давайте три раза для каждой картинки по-разному. И меняем здесь класс. Например, ну, как вы понимаете, Move это произвольный класс. Я его сам выдумал. Поэтому здесь вы можете писать что угодно. Так, Move, Move2 и Move3. И здесь тоже это, соответственно, меняем. Move2, Move3. И теперь давайте пропишем каждому свою анимацию какую-то. Так, идем назад. Так, ZoomIn. Давайте мы вернем ее. Так, так, так. Так, ZoomIn. ZoomIn. Вот тут обязательно соблюдайте вот эти вот всякие палки. То есть, где большие, где маленькие символы, это соблюдайте обязательно. Так, далее идем. Что тут еще? Так, отлично. RollIn. Давайте выберем. Так. RollIn. Дальше. Так, 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 так. И давайте, ну вот, BonesIn пускай будет. BonesIn. Сохраняемся. И теперь начинаем работать. Так, щелкаем, обновляем страницу. И смотрите. Проматываем. Опаньки. Видите, да? Опаньки. И опаньки. Да, отлично работает. Но обратите внимание, что мы тут прописали одну анимацию, проигрывается другая. Поэтому давайте мы все-таки поменяем. Немножко я туплю, извините. Извините за тупость, да? Так, это вставляем сюда. Потом здесь RotatedIn вставляем вот сюда. И последняя анимация ZoomIn вставляем ее сюда. Сохраняемся. Обновляем страницу. Отлично. Мотаем. Щелк. 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 Замечательно. Ну, в принципе, если честно, для вот таких вот эффектов можно не использовать вот этот скрипт. А есть специальная тоже библиотека, называется WoW.js, которая специально была разработана под этот анимейт CSS. Но это уже совсем другая история. И давайте так. Если это видео наберет более 100 лайков, то есть как только набирается 100 лайков для этого видео, я сажусь за компьютер и совершенно в автоматическом режиме записываю новое видео. Как задавать анимацию при помощи Animate CSS и WoW.js, то есть в комплекте. То есть как сделать так, чтобы эти два скрипта работали вместе. Ну, там достаточно просто. Там нам не придется колупаться вот в этих самых JavaScript коде. Там просто подключается, указываются атрибуты специальные и анимация тоже начинает работать. То есть все еще немного легче и плюс-минус там больше немножко возможностей. Поэтому ставьте лайки, как только набирается сотня, еще раз напоминаю, я для вас записываю новое видео. Ну что же, на связи с вами был Сергей. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Будем ждать следующее его. Короче, я уже запутался, голос сел. Спасибо за внимание. До скорых встреч. До скорых встреч.